Уважаемые зрители! Мы продолжаем наше видео путешествие с эффектом присутствия по долине Западного Маныча в компании участников экспедиции Южного научного центра РАН под эгидой Русского географического общества. На этом отрезке маршрута мы проедем территориями Орловского и Ремонтинского сельских районов Ростовской области. По оживленной трассе въезжаем на территорию Орловского района, проезжаем его административный центр. Двигаясь дальше, на юго-восток, вновь оказываемся на землях Приманычи, где неожиданно становимся свидетелями интересного атмосферного явления крупного полевого вихря, напоминающего миниатюрный смерч. А наша экспедиция подъезжает к поселку Волочаевскому. Здесь расположен визит-центр и музей Государственного природного биосферного заповедника «Ростовский», основанного в 1995 году на территории Орловского и Ремонтинского районов Ростовской области. Заповедник расположен в пределах Кумоманочской впадины и отрогов Саломаночской гряды. Часть заповедника и его охранной зоны входит в состав Ромсарских водно-полотных угоней международного значения – озеро Маноч-Гудила. В состав заповедника входят четыре участка общей площадью более 9500 гектаров, отражающих ландшафтное и флористическое разнообразие. На его территории расположены такие уникальные природные объекты, как озеро Маноч-Гудила и Грузское, Тюрпановые и Ирисовые поля. На острове Водный сохранился табу надречавших лошадей, донских мустангов, а также места сезонной концентрации редких видов птиц. Для посетителей в заповеднике организовано несколько оборудованных маршрутов – экологических троп. Подробную информацию об условиях и правилах их посещения можно узнать на сайте заповедника или непосредственно в его визит-центре. Ежегодно в апрельские дни, начиная с 2013 года, около визит-центра заповедника проходит фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». Здесь, на его центральной площадке, проводятся выступления театральных и творческих коллективов, работают тематические площадки, представляющие разнообразие эколого-просветительских, интерактивных практик, прикладного мастерства и этнографических культур. На второй площадке, в буферной зоне заповедника, участникам фестиваля предоставляется возможность стать свидетелями удивительно красивого природного явления, массового цветения первоцветов – тюльпанов Биберштейна и Шренка, ирисов и других прекрасных цветов. А мы с вами находимся на северных берегах одного из крупнейших соленых озер Европы – Маныч Гудила, имеющего реликтовое происхождение. Глубина озера составляет в среднем около двух с половиной метров, а соленость его вод может достигать 80 грамм на литр. В прошлом Маныч Гудила вызывала удивление и некоторый страх у местного населения. Вокруг озера сложилось много легенд. Время от времени над ним раздается таинственный гул, отсюда возникло название. Гул возникает при отражении от крутого берега больших волн, поднимающихся при сильных ветрах. К этим звукам присоединяется забывание ветра во врагах и лощинах с северного берега. Мы видим, что северные берега озера на отдельных участках, достигающие высоты более 10 метров, подвержены процессам абразионного разрушения в результате воздействия волн. Большой интерес здесь, в Орловском районе, представляют и примечательные в познавательном отношении соленые блюдцеобразные озера. Грузская, лопуховатая, лебяжья, круглая. По дну одного из них, круглого, покрытому белоснежной солью, мы сейчас и идем вместе с вами. Данные озера являются реликтовыми гипергалинными водоемами, в донных отложениях которых накопились большие запасы иловых грязей, имеющих широкий спектр лечебных свойств. По грунтовой дороге двигаемся берегом Грузского, солено-грязевого озера, относящегося к маночской озерной группе водоемов реликтового происхождения. Грузская располагает огромными запасами лечебной грязи, превышающими запасы Сакского и Тампуканского озер. Лечебные грязи озера относятся к типу иловых сероводовродных лечебных грязей, самосадочных солевых приморских озер и близки к известным куяльницким грязям. Озеро славилось и своей рапой, высококонцентрированным раствором солей, который используют на грязевых курортах для принятия ванн. На берегу Грузского расположен популярный в прошлом минеральный источник, в настоящее время находящийся в плачевном состоянии. В состав его воды гидрокарбонатный слабосоленый с повышенным содержанием сероводорода. По свойствам, она может использоваться для лечения больных, страдающих хроническими заболеваниями желудка, кишечника, печени, желчевыводящих путей. Рядом с источником, на прилегающем берегу, расположен поселок Маныч, в котором сохранились корпуса старейшего на территории Донского края, ныне недействующего санатория Маныч. Теплый сухой климат, воздух, пропитанный ароматом полыни и других степных растений, комыс, лечебные грязи и рапа из Грузского – все эти факторы издавна использовались людьми для восстановления здоровья. Первый лечебный сезон 1849 года считается годом открытия Донской Манычской грязелечебной станции. Наиболее благоприятными годами для развития лечебницы был период до 1916 года, когда было завершено строительство спальных корпусов и других помещений. По открытым верандам некоторых из них мы сейчас с вами прогуливаемся. В 1922 году грязелечебница была перепрофилирована в противотуберкулезный санаторий Маныч, который с вынужденными перерывами проработал все советские годы. Печально, что несмотря на шаги по реализации программы его развития, принятые в 1998 году на протяжении ряда лет, уникальный степной санаторий не работает. Законсервированы его старинные корпуса, а территория постепенно зарастает в ссорные растительности. Недалеко от санатория, в поселке Маныч, есть еще один интересный объект. Здесь расположен научно-экспедиционный стационар Южного научного центра РАН. Практически во все сезоны года на его базе работают научно-экспедиционные группы, исследующие различные природные особенности и проблемы трансформации ландшафтов западного Маныча. Проехав по степной дороге к юго-западу от поселка Маныч, мы попадаем в настоящее царство диких животных. Здесь, на берегу озера Маныч Кудила, расположен интереснейший объект – центр редких животных европейских степей, ассоциации «Живая природа степи» с вольерным и полувольерным содержанием редких и исчезающих видов животных. В центре налажено успешное содержание разведения сайгаков – степных антилоп. Здесь проживает более 60 особей, ведутся работы по выпуску части животных в природу, передачи в зоопарки и питомники. На землях приманычья верблюды обитают в течение многих столетий. В ассоциации живут одни из наиболее сильных, крупных и красивых верблюдов крупнейшей в мире породы – калмыцкий бактриан. На территории центра диких животных также можно повстречать свободно пасущихся в естественных условиях бизонов и лошадей Пржевальского. Волькотно себя чувствуют куланы, буйволы, антилопы кана, а также эзотические для степной зоны яки и ламы. Уважаемые зрители, по ходу нашего виртуального движения внимательно посмотрите по сторонам и попытайтесь самостоятельно определить, какие животные находятся рядом с вами. Музыка 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 Покинув берега озера Маночку Дила, мы отправляемся на северо-восток, в сторону хутора Курганного. На его окраине, в ближайших окрестностях, расположена господствующая высота, возвышенность, увенчанная цепью древних курганов. Она возвышается над уровнем моря на 137 метров. Это одна из наивысших точек Сальско-Маночской гряды, широтного продолжения Ергенинской возвышенности, являющейся водоразделом речных систем Сала и Маноча. Музыка Место это имеет интереснейшую геологическую историю. Гряда, неоднократно затапливаемая водами океана Тетис в южском периоде и позднее понта Каспийского пролива, в конечном итоге приобрела вид цепочки пиков, простирающихся в бескрайней степи Атона в направлении Каспия. Заканчивая путешествия по Орловскому району, ненадолго заглянем по дороге в хутор Камышевка, на окраине которого расположен живописный песчаный карьер. Мощные отложения здешних песков сформировались отложениями рек, протекавших здесь в эпоху Среднего Аплиоцена. Когда-то эти возвышенности являлись подводной равниной океана Тетис, о чем свидетельствуют засоленные горные породы осадочного происхождения. В песчаной толще можно встретить довольно крупные норы животных и птиц. Попробуем аккуратно заглянуть в одну из них. По грунтовой дороге спускаемся обратно к хутору. В его центральной части сохранилось величественное здание Дома культуры и монумент «Ленин и дети», построенный в советский период. Рядом расположен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны бойцам Красной Армии. А мы по живописной степной дороге направляемся дальше, в сторону Ремонтинского района. В селе Ремонтном наша группа оказалась уже в осенний период. Посетим вместе с вами его центральную площадь, над которой возвышается памятник воинам Великой Отечественной войны, и дарит вечный огонь. Пройдя мимо здания районного Дома культуры, мы направляемся в краеведческие комнаты, расположенные в здании Ремонтинской межпоселенческой центральной библиотеки. По сути, это замечательный и уютный музей, в котором собрано порядка 3000 предметов, рассказывающих о природе и истории заселения территории района, бытовых традициях, воинской и трудовой славе. Знакомством с музеем завершаем наше видеопутешествие по правобережным землям Западного Маныча. В последующей, заключительной части, мы вновь переместимся на левобережье степной реки и опять вернемся в летний период года. Как водится, продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok